В связи с событиями в Украине не может не возникать тревог по поводу украинских активов корпорации в этом государстве, а также по поводу взаимодействия с компаниями, которые являются поставщиками «Титана» для нас. Не будем углубляться в подробности, но хотелось бы получить общие ответы. Есть ли какие-то изменения в наших взаимоотношениях с украинскими партнерами? Нет, изменений нет. Не только с украинскими партнерами, но и с мировыми партнерами. Сегодняшняя ситуация, наверное, показывает то, что политика-политика, бизнес-бизнесом. И мы очень надеемся, что так и будет продолжаться, потому что все контракты и все взаимоотношения взаимовыгодны. С одной стороны, если брать вопрос сырьевой стабильности поставок сырья с Украины, с одной стороны, нам нужно сырье, с другой стороны, ГОКам нужно продавать свою руду. То есть, это двухсторонняя улица с двухсторонним движением. Если они не будут нам продавать, то им надо будет искать нового поставщика, покупателя. Если они не будут, опять-таки, нам продавать, нам придется искать нового поставщика. Ни одна из сторон в этом не заинтересована, потому что сотрудничество долгосрочное, стабильное. И все надеются его продолжать. С точки зрения именно наших активов, наших дочерних компаний на территории Украины, они продолжают работать. В первую очередь, конечно, это касается никопольского предприятия, потому что оно у нас действительно работает. Наш ГОК, он в стадии все-таки и реконструкции, и формирования. В этом году не планировалось с него получать сырье. В этом году мы проводим там проектные работы, и на следующий год должны были начать реконструкцию. Все идет по плану. Да, мы проиграли суд, который мы считаем честно проигранным, потому что мы сразу говорили, что договор, который заключался еще до нас, до того, как мы стали собственниками этого месторождения, был заключен неправильно. Сегодня идет работа по его перезаключению на законной и правильной основе. Никаких препятствий нам непропетровские власти не чинят. Наоборот, оказывают полное содействие, потому что мы создаем рабочие места, мы приносим инвестиции в Днепропетровскую область. Опять-таки, это двухсторонние, но уже таки не на уровне двух предприятий, а на уровне предприятия и области взаимовыгодное сотрудничество. На сегодня мы не видим никаких проблем. Также мы не видим проблем со сбытом на Украине. Есть некоторые сложности, мы даже не называем их проблемами, а есть некоторые сложности с платежами у наших украинских покупателей. Это есть, потому что банковская система Украины сейчас работает не совсем адекватно. Но это опять-таки не проблема, и не проблема нашего потребителя. Это сложности сегодняшней финансовой ситуации на Украине. Стараемся это нивелировать, отгружаем после получения средств, понимаем проблему нашу или сложности наших партнеров, покупателей украинских, поэтому продляем сроки платежей, лояльно подходим к отгрузкам. То есть все решается. Экономика, она всегда заставляет решать вопросы. Политика может зайти в тупик, а экономика нет. Правда ли, что в ближайших планах ВСМПО создание цеха по переработке кускового титана? Повлияла ли ситуация на Украине на принятие данного решения? Давайте сразу. Украина к этому отношению никакого не имеет. Касательно цеха по переработке кускового титана, наверное, это неправильная формулировка. Мы собираемся глобально реконструировать наши мощности по переработке наших собственных отходов, которые в связи с тем, что мы идем к продаже продукции все больше добавленной стоимостью, соответственно, отходов в производстве у нас получается больше. Несмотря на всю нашу борьбу с выходами годного на наших передельных процессах, но та же механообработка дает больше отходов. Поэтому пришло время. В нашей программе с 2006 года реконструкции в нашем перерабатывающем цехе не было. И сегодня мы подошли к тому моменту, когда это уже пора делать. С одной стороны, технологии, которые нами используются для подготовки отходов, они все 60-80-го года, 80% это ручной труд, от чего нам надо однозначно избавляться. Поэтому уже в этом году ряд наших специалистов ездил на подприятия, перерабатывающие отходы и в Европе, и в Америке. Сегодня мы занимаемся проектированием этого нового цеха. Все это действительно будет новый цех, построенный по современным технологиям с минимизацией человеческого труда, с большой долей и автомонетизации, и механизации. Это будет другой уровень. Потому что то количество отходов, которые мы планируем вовлекать в производство и производить в рамках нашего производства через 2-3 года, сегодняшней мощности при всем желании с ними не справятся. Поэтому это большая работа. И она касается не только куска. Может быть, даже в первую очередь она касается стружки. Потому что кускового отхода у нас такого значительного роста не будет в ближайшее время. А количество стружки, которое надо вовлечь обратно в производство, оно увеличивается год от года в разы. Поэтому в первую очередь все-таки относится к стружке. А к куску относится именно вопрос механизации и автоматизации. ВСМПО довольно давно работает в тесной связке с новокраматорским механическим заводом. Почти в каждом цехе ВСМПО находится оборудование этого производителя. Как теперь будет решаться вопрос поставки запасных частей этого оборудования? Есть ли у нас, у ВСМПО, как у Боинга, план «Б»? То есть рассматривается ли альтернатива украинскому поставщику в случае прекращения нам поставок оборудования этого завода? У каждого оборудования есть уникальные узлы, которые могут быть произведены или чертежами, на которые владеет предприятие-изготовитель. И есть неуникальные узлы, как то подшипники или другие части, которые сам производитель покупает у других. У своих субпоставщиков. Соответственно, на части, которые мы можем купить на рынке у других производителей, тут проблем нет. Мы их закупим. На уникальные части танков, конечно, мы вынуждены продолжать работать с предприятием, хотя тут вынуждены продолжать работать неправильная фраза. У нас хорошие рабочие отношения. Это все в ту же линию, как и первый вопрос. Мы нужны этому предприятию, как покупатель, он нам нужен, как поставщик. Поэтому, а что меняется-то? Еще раз скажу, политика политикой, экономика экономикой. Если предприятие не будет продавать свои станки или запчасти к своим станкам, оно не будет работать. Соответственно, тысячи людей будут выброшены на улицу. В этом никто не заинтересован. Поэтому, если даже сегодня есть какие-то локальные сложности, хотя я о них не знаю, значит, они не такие большие, они решатся. Тут нет другого пути. Наши страны и политические, и экономические, и исторические они связаны. А уж предприятия на их территориях точно. Буквально вчера Гюнтер Бучик, главный операционный директор компании «Аэрбаз», заявил, что европейский авиастроитель «Аэрбаз» начал поиск возможных альтернатив нашему «Титану». На случай, если Евросоюз все-таки расширит свои санкции по отношению к Российской Федерации, как сейчас обстоят дела? Все ли контракты работают в штатном режиме? Все ли у нас пока под контролем? Ну, у нас всегда все под контролем. А контракты, они все действующие. Они не могут отмениться ни с того, ни с сего, даже по политическим каким-то мотивам. Все контракты долгосрочные. В этом же, с одной стороны, и прелесть в стабильности, да? С другой стороны, некоторый минус, когда мы не можем использовать повышение цены на рынке и увеличить свою прибыль. Мы всегда следуем контракту. Все наши потребители тоже следуют своим контрактам с нами. Поэтому я, честно говоря, не знаю, что это было за заявление. Точнее, я его читал, но чем оно вызвано, я не знаю. Особенно касательно компании Airbus, у которой всегда, уже последние годы, есть принцип так называемых двойного источника по всем закупаемым видам продукции. И компания Airbus прекрасно знает всех наших конкурентов на мировом рынке. И альтернатива всегда есть, но она есть в рамках подписания контракта. Сегодня контракт подписан, он действует, и ничего с ним быть не может. Поэтому, касательно этого заявления, у нас, например, никаких волнений нет. С точки зрения контактов со службой закупки Airbus, они у нас проходят минимум на еженедельной, иногда на ежедневной основе. И никакого влияния на производственную программу ВСМПО на ближайшие годы мы не прогнозируем. А, соответственно, закупщики Airbus нам ничего такого не говорят. Как мы все помним, контракт у нас до 2020 года, поэтому тут трудно что-то поменять. На пять лет мы застрахованы. Да. С одной стороны, есть контракт, с другой стороны, есть мировой рынок титана. И найти альтернативу ВСМПО, несмотря на то, что, как я сказал, все всех знают на этом рынке, он достаточно маленький. Но нет другого производителя титана или изделия из титана, который может закрыть объем, производимый ВСМПО. Нет такого больше в мире, большого предприятия. Те, которые есть поменьше, они уже тоже наполнены их портфелью заказов. То есть это не рынок алюминия. Когда можно прийти, свистнуть и сказать, а удвоитесь, титана, особенно изделия из титана, штамповки из титана, это не тот вид продукции, на котором можно взять и удвоить, утроить производство за год. То есть мы, наша программа развития, это показывает, ну, 5-6-7 лет инвестируем в наше производство, сотни миллионов долларов ежегодно, чтобы увеличить наши производственные мощности в полтора раза. И будем это продолжать. А сегодня прийти, не знаю, или на Таймед, или на ЭТА и сказать, а давайте замените-ка нам ВСМПО, ну, ответ понятен, а мы не сможем. Поэтому. Не сможем по объемам или по качеству так же? И по объемам, и по производственным мощностям, и по качеству. Это нереально. Это просто нереально. Перейдем от геополитики к родным темам. Какова ситуация на пусковых объектах 2014 года, на участке строительства гарнисажных печей и на прессе усилием 4 тысячи? Есть ли уверенность в том, что в этом году они вступят в ряды рабочих? Да, конечно. По поводу этого года у меня сомнений нет. По гарнисажным печам уже есть задержка. То есть мы планировали начать пробные плавки в мае месяце. Теперь это перенеслось на июль. То есть по поводу 2014 года у меня волнений нет. А то, что это уже с мая перенеслось на июль, ну, есть объективные причины. В первую очередь, это, конечно, срыв нашим генподрядчикам сроков строительства или окончания строительства. Есть субъективные, это работа нашей службы закупки и комплектации строительства. Но в целом, сегодня проводил совещание, как раз, по моим оценкам, в июле мы действительно первую плавку сделаем. Касательно пресса 4 тысячи, тут все идет в графике. Мы, как планировали его в августе-сентябре, запустить. Мы его запустим. Наверное, первое шевеление начнется в конце июля-августе. А в сентябре-октябре он уже будет работать не в полную силу, но в полном режиме со всей автоматикой. Поэтому больших волнений по этим объектам нет. Хотя мы их очень ждем. Итоговые заседания. Сейчас они приблили немножко другой характер. Сократилось число присутствующих на них. Почему? Проблем стало меньше или время рабочее экономится? Один из основных побудительных мотивов мне надоело смотреть на спящие лица в этом зале. И когда лиц больше ста, мне, во-первых, трудно их вычленить. А во-вторых, это однозначно говорит о том, что заинтересованности в этих собраниях нет. Первая идея была, наверное, прекратить их в принципе. Но вы знаете, я не люблю ломать традиции. И некоторые традиции, может быть, они девальвируются, но хочется в них вселить новую жизнь. Поэтому сократили численность, проанализировали список. Поняли, что, в принципе, некоторым действительно на этих собраниях делать нечего. А сегодня вот это где-то порядка 60-70 человек, которые, на мой взгляд, должны быть заинтересованы, во-первых, в этой информации. А потом должны доводить ее до своих подчиненных. А второе, это то, что вот в этом коллективе, я надеюсь, что получится диалог. Потому что обычно на этом собрании почему-то вопросы задают только я и Мельников. Хотя у нас есть возможность задать эти же вопросы и на балансовых, производственных, и в тех моментах, когда бываем в цехах. Хотелось бы видеть какую-то, опять-таки, обратную связь. Хотелось бы видеть, чтобы, знаете, вот я всегда вспоминаю 2009-2010 год, когда эти собрания проходили достаточно активно, было много вопросов. Да, может быть, и проблем тогда было больше, или они были более на стыке. Понимаете, это собрание, оно интересно для проблем, которые на стыке между цехами, между службами. Сегодня, конечно, у нас в основном проблема внутри цехов. И, конечно, в основном внутри нашего основного цеха 21-го. И тут, конечно, предполагать вопросы между цехом на этом собрании, ну, это глупо. Но, опять-таки, такая площадка и такая возможность должна быть. Если через некоторое время мы поймем, что это опять не работает, и опять эта профанация, не знаю, может быть, на одном из собраний просто проведем голосование. Кто за, кто против, чтобы эти собрания продолжались. Или просто спросим, а кому интересно на этих собраниях быть. И, может быть, примем решение о прекращении. Ну, не хотелось бы, честно говоря. Я считаю, что такая площадка должна быть. Слухи о передаче цеха общественного питания в СМПО на аутсорсинг давно перестали быть новостью. Все-таки сегодня есть информация о том, кто будет нас кормить. Да, ну, есть не информация, есть принято решение. Сейчас согласовывается договор, я думаю, что в ближайшее время он будет подписан. Подрядчик попросил 2-3 месяца переходного периода. Соответственно, в июле-августе мы надеемся, что у нас будет новый кормилиц. На всем предприятии или локально пока какие-то цеха? Он будет заходить постепенно, но цель на всем предприятии. А потом, возможно, еще на ВИСПО пойдет. Звучит-то может подрядчика, нет? Ну, а что название, оно вам ничего не даст. Московская компания. Началось ли движение по реализации проекта строительства производственных площадей в СМПО новой технологии на территории Титановой долины? Движение в виде строительства, оно не началось. Мы до сих пор не закончили процесс согласования тех заданий на помещение с Боингом, так как во многом строительство ВСМПО новой технологии, оно связано со строительством нашего совместного предприятия с Боингом. Поэтому это два взаимовязанных проекта. В зависимости от метража совместного предприятия будет высчитываться метраж ВСМПО новых технологий. Мы надеемся этот процесс завершить к Фармбору. На Фармбору подписаться с Боингом по совместному предприятию уже по проекту. Соответственно, после этого начнется движение уже в виде проектирования и в виде строительства по ВСМПО новой технологии. То есть тут такая задержка объективна. Сразу скажу, опять никак не связана с политикой. Подтверждение руководства городского управления жилищно-коммунального хозяйства ВСМПО не передает коммунальщикам деньги, взысканные с работников ВСМПО за коммунальные услуги. Так ли это? И как вы прокомментируете вопрос на тему задолженности у ЖКХ в сторону ВСМПО? Сократились ли долги или остались на прежнем уровне? Ну, начнем с конца. С 1 января долги с 3 миллионов доросли до 48 миллионов. Значит, растут. Растут, да. Они стабильно растут. Тут, понимаете, достаточно сложно ответить на этот вопрос, потому что есть соглашение о зачете. Соответственно, мы действуем в рамках соглашения о зачете. С другой стороны, есть растущий долг, который у ЖКХ не оплачивает. Соответственно, эти суммы, они между собой коррелируют и все время в нашу пользу. Поэтому, я думаю, не у ЖКХ жаловаться на наши платежи или не платежи. Оплатите нам долг и будем дальше разговаривать. Причем, я не говорю о соглашении о рассрочке долга 200 с лишним миллионного, которую мы им дали на 10 лет. Об этом я вообще не говорю. Это соглашение живет своей жизнью и живет. То есть, мы на 200 миллионов с лишним рублей подарили городу на 10 лет. По определенному графику. Я сейчас говорю о текущих платежах. Вот это 48 миллионов, это вырос текущий долг перед нами. После всех зачетов и всего. Город нам должен 48 миллионов на сегодня. И этот долг растет. Поэтому городу перед тем, как с нас что-то спрашивать, надо погасить свой долг. А потом можно спрашивать. Видит ли корпорация ВСМПО «Висма» альтернативы поставкам на европейский рынок? Ну, тоже хороший вопрос. Что такое альтернатива? В принципе, все наши продажи на внешний рынок, они достаточно диверсифицированы. И по географическому признаку, и по корпоративному признаку. Соответственно, можно ли... Что произойдет, если один из наших покупателей, например, Airbus, вообще откажется от нашего материала? Ну, наверное, в краткосрочной перспективе, 1-2-3 года, мы не сможем весь этот заказ разместить на других заказчиках. Но мы начнем на эту тему работать, и в итоге мы это сможем сделать. Но надо понимать, что, например, Airbus – это наш неосновной покупатель с точки зрения ножа и сложности продукции. Соответственно, предположить, если все откажутся от нашей продукции, гипотетически это можно. Да, нам будет больно. Но мы с вами пережили и 8-е, и 9-е, и 10-е годы, когда нам было больно. Но мы выжили в данном случае. Тут, знаете, нехорошо думать, кому будет больнее, но ситуации, когда наши основные покупатели откажутся от нашего материала, от нашей продукции, я, например, себе представить не могу. Потому что нас невозможно заменить. По крайней мере, в краткой и в среднесрочной перспективе. Конечно, если они примут такое решение, долгосрочное, то, может, лет через 10-15 они нас заменят. Но это никак нельзя сделать ни через 3, ни через 5, ни через 7 лет. И последний вопрос, который актуален в конце мая. Какая звезда приедет на день в СМПО и приедет ли? Стандартный ответ. Посмотрим. Продолжение следует... Продолжение следует...